Добрый день, уважаемые земляки! Сегодня опять докладываем ситуацию с коронавирусной инфекцией в Республике. Должен заметить, с огромным сожалением, что мы действительно за эту ночь потеряли еще одного пациента. Итого у нас уже двое пациентов, которые погибли от коронавирусной инфекции. Все эти люди, помимо коронавируса, сравнивали тяжелые сопутствующие патологии в виде сахарного диабета, онкологических заболеваний и многого другого. Еще раз хочу подчеркнуть, что вам нужно беречь своих возрастных, родных и близких людей. Оградите их от контактов с коронавирусом. В общем-то, Республике у нас сегодня зарегистрировано 60 заболевших коронавирусной инфекцией. Все они находятся на излечении. 9 человек уже из этого числа выписано на сегодняшний день. Тяжелых сейчас двое, на аппарате ИВЛ больных нет. Получают лечение в штатном режиме. Оба госпиталя работают сейчас в круглосуточном режиме с полноценной нагрузкой. Уважаемые земляки, опять-таки, 101-й раз, или уже не знаю в какой раз, за окном массивное движение автомобильного транспорта. Гуляют пешеходы. Уважаемые друзья, пора это прекращать. Все очень серьезно. И если кто-то надеется, что его это может обойти, то это может стать опасной иллюзией. Ведь нужно беречь себя в первую очередь, беречь своих близких. Сегодня к нам, в республику, пришло тысячу защитных массов для организации безопасного труда медицинских работников, которые будут розданы нашим медикам, которые работают в поликлиниках, в приемных покоях. Это щитки лицевые для избежания попадания биологических средств на лицо. Спасибо огромное тем людям, которые продолжают помогать в системе здравоохранения в этот сложный и очень трудный час. Ну и в заключении сегодняшнего эфира я хотел бы от всего сердца поздравить нашего коллегу, который, так же, как и мы, находится на переднем фронте борьбы с коронавирусной инфекцией. Сегодня юбилей у французова Анатолия Алексеевича, руководителя территориального отдела Центральной Роспотребнадзора Российской Федерации. Уважаемый Анатолий Алексеевич, всего сердца желаю вам здоровья. Знаю, что вы профессионал высочайшего уровня, очень энергичный, вдумчивый, грамотный специалист, и что вы сейчас лично руководите многими мероприятиями, которые проводятся в борьбе с коронавирусом. Спасибо вам за нашу помощь, поддержку. От всего сердца желаю вам здоровья и счастья, всего самого наилучшего. Добрый день, доброе утро, уважаемые земляки. По просьбе Юрия Викторовича попросил меня доложиться в оперативной обстановке по коронавирусной инфекции в республике. На сегодня данные такие. Всего с начала года из-за рубежа на территорию Калмыкии прибыло 1487 человек. Под домашним медицинским наблюдением находится 219 человек. Часть из них это как раз те наши жители, которые прибыли из-за рубежа, и у которых не закончилось еще максимальный инкубационный период, 14 дней. На сегодняшний день на госпитализацию у нас 47 человек с диагнозом коронавирусной инфекцией или коронавирусной инфекцией под вопросом. В изоляторе у нас находится 19 человек. Из них у нас в городе Листе 12, в Черноземельском районе 1, в Яшпинском районе 2 и в Юстинском районе 4 человека. С подтверждением на федеральном уровне 32, с предварительным 24, итого 60 больных у нас с коронавирусной инфекцией. За вчерашний день, за последние сутки у нас прибавилось на одного больного. Выздоровевших у нас с полным выздоровлением 9 человек, но, к сожалению, у нас зафиксирован уже второй летальный случай среди заболевших коронавирусом. Это печальная статистика, друзья мои. И я, конечно, хотел бы выразить соболезнования близким и родственникам этих людей. Ну а для нас это лишний повод задуматься о наших близких, о наших стариках. А все ли мы сделали для них? И это подчеркивает ту серьезность ситуации, о которой со всех информационных каналов, и мы с Юрием Викторовичем, и руководством республики, все медицинские работники говорят об этом. Поэтому еще раз хочу обратиться к нашим жителям, землякам, чтобы они соблюдали режим самоизоляции, меры личной гигиены. И эти сутки с регистрации всего лишь одного больного, я боюсь сглазить, конечно, эту ситуацию, но это показывает те меры эффективности, которым приводят меры самоизоляции граждан. Как вы знаете, это уже уйдет третья неделя у нас самоизоляции. Классический карантин должен состоять из двух инкубационных периодов, в нашем случае это 28 дней. И вот эта третья неделя, она показывает эффективность тех мер, которые принимаются органами власти. Режим самоизоляции, он очень сильно повлиял на темпы и динамику заболеваемости. Если мы в отдельные дни до 80 человек в день регистрировали, то получается за последние двое суток у нас прибавилось всего 3 человека. Поэтому это говорит о эффективности самоизоляции. Также хотел подчеркнуть, что одна из особенностей данной эпидемии, это большой процент, большая доля семейных очагов. Все-таки вот этот аэрозольный путь передачи, контактно-бытовой, он создает в домах больных, в местах проживания, очень большую вирусную нагрузку. И поэтому опыт других стран, в первую очередь Китая, Европа, мы уже за те три недели проявления эпидемии вылезли, мы видим, что очень большой процент заболеваемости в семейных очагах. И хотел бы, конечно, привести такие вопиющие случаи, когда больные скрывают свои контакты, они не раскрывают свои данные нашим эпидемиологам, что приводит к личным трагедиям. Буквально недавно был у нас случай, когда из-за того, что больная скрыла тот факт, что ее близкая родственница, в данном случае мама, живет в этом же подъезде, в другой квартире, и они часто общаются, привело к заболеванию этой женщины, довольно-таки возрастной. И хотел бы напомнить, что все-таки медицинским работникам нужно говорить, как есть на духу, всю информацию, тем более это является уголовно наказуемым. И напомню, что в соответствии с уголовным кодексом, скрытие информации о заболеваемости, которая приводит к заболеваемости других людей, карается законом до пяти лет. Что касается проведения тех профилактических мероприятий, которые были запланированы и выполняются, то могу привести пример. То внедрение органами власти производства и бесплатной раздачи дезинфицирующего средства «Анолит» в городе Элисте уже приводит к определенным результатам. Так, например, наши контрольные группы взяли 160 смывов на качество дезинфекции выборочно по разным управляющим компаниям. И я был приятно удивлен. Из 160 смывов только в одном проценте показало некачественную дезобработку подъездов. Эти два случая, это значит улица Балакаева, дом 5, были грязные панели на пятом этаже. И это улица Герасименко, дом 5А, где положительный смыв на различные возбудители показала кнопка домофона именно с внутренней стороны с подъезда, где жители нажимают. Что касается, опять же, возвращаясь к летальным случаям, хотел бы рассказать, как это будет происходить. Мы сталкивались в своей практике, когда мы захоранивали больных, умерших от конго-крымской геморрагической лихорадки. В соответствии с санитарным законодательством, различными требованиями санитарных правил, значит, умершие от особо опасных инфекций не выдаются на руки родственникам. Механизм такой, значит, после вскрытия и отбора секционного материала на исследование, тело умершего заворачивается в простынь, промоченную хлоркой, гроб обивается изнутри клеенкой, засыпается хлопной известью, тело помещается туда, закрывается наглухо крышкой, забивается, и без передачи родственникам на руки из морга гроб идет на кладбище, на захоронение, в специально отведенный сектор. Ограничивается круг близких, допущенных к этой похоронным мероприятиям, процедурам. Не больше 70 человек, наши рекомендации. Я просто хотел сказать нашим землякам, что, видите, вот даже вот такой трагический случай, он не дает даже попрощаться с близким человеком, соблюсти такие процедуры, просто элементарный какие-то человеческие момент прощания с близким. Поэтому еще раз хочу обратиться к жителям, к нашим, соблюдайте меры самоизоляции, меры личной гигиены, в случае заболевания, каких-то признаков УРВИ, обращаться на горячую линию поликлиники. Также хотел отметить, что по данным города Москвы, за последние сутки у них резкое увеличение больных коронавирусной инфекцией, причем из них в 85% больные поступают с диагнозом пневмонии. Поэтому те меры, которые принимаются в Республике Калмыкия здравоохранением, это наличие сортировочного госпиталя в Троицком, это и разворачивание отдельного учреждения, занимающегося лечением именно пневмоний отдельных, все это правильные меры. И могу констатировать, очень приятно, как эпидемиологу, что такая процедура, как расшифровка пневмоний, у нас с середины марта практически стопроцентная этиологическая расшифровка пневмоний. На всех этапах это поддерживается такими исследованиями, как компьютерная томография. И поэтому ни один больной с пневмонией, тем более коронавирусной инфекцией, мимо медицинских работников не проходит. Также хотел бы поблагодарить сотрудников правоохранительных органов. Как никогда на данном этапе ликвидации эпидемии у нас очень сильно взаимодействуют с правоохранительными органами. Они взяли на себя ту тяжелую работу по тем неприятным инцидентам, когда у нас происходили побеги из инфекционного стационара, побеги из обсерватора, когда у нас отказы на госпитализацию, принудительную изоляцию. В таких непростых, тяжелых ситуациях работники полиции оказывают нам содействие, рискуя своим здоровьем, своим жизнью. И большое спасибо им. Ну а также я хотел бы, конечно, с Вашего разрешения показать будни наших сотрудников, наших сотрудников-эпидемиологов, которые в круглосуточном режиме занимаются той нелегкой, тихой, но и незаметной работой в целях сохранения Вашего здоровья. Спасибо. Джангар Николаевич, здесь несколько вопросов поступило. Основной вопрос, конечно, как сейчас сдать анализы и где? На сегодняшний день вопрос допуска частных лабораторий, он прорабатывается, в отдельных регионах они уже заработали эти механизмы, но надо понимать, что той лабораторной базы для частного здорового хранения у нас в Калмыкии нету. Поэтому на сегодня у нас зарегистрирована пока одна заявка от ООО «Здоровые люди». Это частная медицинская организация Ростовской области. Но проблема в том, что они хотят делать доставку проб в город Москву. Тут мы сталкиваемся с требованиями наших правил по биологической безопасности. Не проработан вопрос логистики, безопасной логистики доставки проб. Это первое. И второе, я хотел бы отметить, что самое важное, на сегодняшний день те коммерческие тесты, которые представлены на рынке, у них достоверность результата не больше 60%, а в отдельных случаях и 10, и 15% достоверности результата. Поэтому говорить о том, что запуск вот этих частных исследований для здоровых людей повлияет на сегодняшний день, на данный момент на какую-то картину общую нельзя. Поэтому уверяю вас, уважаемые жители, земляки, что во второй половине апреля мы по плану увеличиваем мощность лаборатории, мы ожидаем поставки нового оборудования, и, скорее всего, мы с конца апреля уже выделим определенную квоту для таких исследований для здоровых людей. На сегодняшний день я напомню, что лаборатория Минздрава занимается исследованием декретированных лиц, это лица старше 65 лет с признаками УРВИ, это работники закрытых учреждений по мере обращаемости выявления признаков УРВИ, это призывники, это беременные женщины перед родами. Противочувная станция занимается исследованиями тех медицинских работников, которые находятся на передовой, и также они исследуют тех больных с пневмониями, которые поступают через наш госпиталь диагностический в селе Троицком. Основная лаборатория Центра гигиены эпидемиологии занимается контактными и больными. Джангель Николаевич, люди интересуются, есть ли у нас заболевшие, подтвержденные в районах? Да, да. Вот с теми данными, которые я озвучил, по районам, находящихся в изоляторе, это же контактные больные, поэтому у нас на сегодняшний день есть заболевшие в городе Лагани, в Цаганамане, в Комсомольском и в приютах. Подтвержденные? Подтвержденные. Джангель Николаевич, по поводу обработки подъездов очень много поступает заявок, это мы все передадим в госжилнадзор, наверное? Да, есть различные каналы приема такой информации, это и мэрия города Элисты, это и жилищная инспекция Республики Калмыкия, есть, конечно, и Роспотребнадзор, у нас линия горячая работает, и органы прокуратуры. Как самочувствие детей? На сегодняшний день состояние детей, заболевших коронавирусом, стабильное, им проводится весь объем необходимых манипуляций, от компьютерной томографии до различных других диагностических исследований. Могу заверить, что на сегодня их здоровье, по крайней мере, не вызывает таких больших опасений, эффективность лечения показывает свои результаты, так что будем следить. Хорошо, спасибо большое, Лен Григорьевич. Субтитры создавал DimaTorzok